Всех с новым патчем, ребят! И я решил начать свой марафон по новинкам с самой интересной, вкусной и крутой машины за Советский Союз. Это Т-80УД. Новый высший прем за данную нацию. И знаете, такого спектра эмоций от танка я давно не получал в Артандере. Ребят, танк быстрый, шустрый. Ну да, немножечко не хватает заднего хода. Но это ведь не страшно, потому что, если что, вас защищает мега-броня Советского Союза. В ЛД, в башне, с трудом тебя пробивают. И, по сути, ты не боишься урона даже в борт. Даже в борт могут тебя не взять. Это ведь советские технологии, да, тонкая красная линия и всякое такое. Ну и как можно умолчать о такой грандиозной пушке, как 125-миллиметровая пушка орудия танка Т-80. Ох, сколько я ваншотов получил на ней. Реально слюнки текут, когда стреляешь с этого орудия. Очень круто. А наводка какая по горизонтали, по вертикали. Противники на своих леопардах обзавидовались тебе. А еще, знаете, что нету тепловизора. Но, в принципе, это не важно, ведь против тебя зачастую воюют леопарды первые. Ну и всякие там убогие колесники, которых ты и так за счет своих мощных характеристик переигрываешь. Машина шикарна. Ваншот за ваншотом рекомендую к покупке и к прокачке Советского Союза. Ведь она самая лучшая же нация, правильно? Ну так, Джоны на Реддите пишут. И все это, наверное, просто фантазия. Фантазия того, кто купил этот танк. Ну или же планирует выкачать за счет него ветку Советского Союза. А теперь реальность. Жесткая, обидная, но все-таки реальность. Кому обидная? Ну, наверное, тем, кто этот танк вел. 10-0, господа. Но он вообще не играет на своем боевом рейтинге. Я разок, один лишь раз побывал на БРе 10-3. Ну, практически в топе. И там действительно танк неплохо себя чувствует. Он там действительно что-то может танкануть. Он там реально пробивает. И даже способен на ваншоты. Но большая часть была не там. А была на боевом рейтинге 10-7, 11-0. Против Леопарда вторых и такого замечательного слабого танка, как Тайп-90. Где вот этот Т-80У испытал все ужасающие, всевозможные издевательства Вартандера, которые могут случиться на топ-тире. Ребят, заднего хода нет. А у всех твоих противников задний ход имеется. И хороший. 4 километра в час назад это похороны. Скорость наводки говна. Когда у твоих противников, у большинства твоих противников там 40 градусов в секунду. А у тебя там, ну что-то в районе, ну, 8-0 может 20 от силы. Там просто сейчас у меня в аренде карточка. И она полную информацию не дает. Но поверьте мне, скорость наводки башни, дерьмо. А это очень важно на притопах. Это очень важно. А как вам недавний нерв стабилизаторов советских, когда прицел клипается? И так скорость наводки по вертикали не была лучшей. А тут еще и клипается. Но у твоих противников таких проблем нет. У них нету этих проблем. Живучесть у них выше. Машины у них быстрее назад. Они едут. Наводка у них лучше. Стабилизаторы у них, я не знаю, сказал, не сказал. Уже в тильте нахожусь, если честно. Лучше. Типлак имеется. И они, наверное, играют в топе. В отличие от этого танка. А как? Вы просто не представляете, как я радостно воспринял ситуацию, когда мне нужно было добить типа вражеского. А знаете, что он мне сделал? С пулемета выбил казенку. С пулемета он выбил мне казенку. Представляете? А вот так это случается с танком Т-80 УД. Что лучше у него, чем у Турмса? Ну, наверное, он по прямой чуть лучше двигается. Что еще у него сильнее? Ну, перезарядка там немножечко. Но она все равно проигрывает топовые перезарядки на Тоскота. И как же так получается, что этот танк отправляется на съедение толпам, полчищам машин, которые на голову выше его? А вот это хороший вопрос. Мне кажется, его задавать нужно не мне, а кому-то другому. Так вот, просьба. Огромная просьба к нашим замечательным разработчикам. Ребят, ну вы же видели, что вы добавляете. Вы же знали, за что хейтят Турмса. Ну, неужели нельзя было настроить как-то урон ему? Ну, неужели нельзя было дать боевой рейтинг 9.7? Ну, хоть для начала посмотреть. Вы же знали, что вы добавите еще одного волосатого леопарда против него. Вы же знали, что выйдет Тайп 90. Его накупят, и они будут просто кататься и разносить эту советскую тиму. Но нет. Вы перед этим просто понерфили стабилизаторы вот этим советским танкам. Ребят, танк откровенная чушь. Ну, реально чушь. Покупать его, ну, можно только будучи мега-патриотом. Либо советской ветки, и ты должен купить все танки. Либо хотеть отблагодарить улитку, купив, ну, вот этот танк. Все. Для сетапа 10.0, ну, я даже не знаю. Хотите высший прем? Покупайте Т-55АМ. Хотите мучения, пройти ад, весь спектр негативных эмоций, которые вас ждет на топ-тире. Берите Т-80УД. Сейчас против леопардов, против полчищ леопардов 2, против полчищ Тайп 90. У вас нету и малейшего шанса на этом танке. Просто ни малейшего. Будь 9.7, отодвинь его хоть немножечко от тех же Тупе, было бы норм. В топе он бы отыгрывал свое, забирал бы, да. Я бы сказал, классный танк. Но вот это 0.3, вот этот нерв нормальной скорости наводки, хотя бы, чтобы не клипалось. Вот этот тотальный рандом урона, он его просто берет и хоронит. Ну и 4 секунды перезарядки Тупе 90 тоже. Последний, так сказать, гвоздь в гроб этому танку. Умер, не родившись.